Привет! 20 часов 18 минут в Москве, в студии Алексей Навальный или политический неудачник, как назвал меня Сергей Приходько, который продолжает, к счастью, быть героем постоянных публикаций, героем замечательных, потрясающих обсуждений, которые идут в блогах и в средствах массовой информации. Мы очень рады, что эта тема остается во внимании, мы очень рады, что обсуждается не только госпожа Рыбка и различные обстоятельства, которые происходили на даче, но и, собственно говоря, главное, факт коррупции, факт того, что господин Приходько, который обзывает меня неудачником, является взяточником. Вот я уж даже не знаю, кем лучше быть, неудачником или взяточником. С моей точки зрения лучше быть неудачником, но, наверное, Сергей Приходько сегодня чувствует, что он снова победитель, потому что они заблокировали мой блог Навальный.ком. И для нас это главная новость, мы хотим обсудить ее в самом начале, но я напоминаю вам, что вы можете направлять мне в Твиттер вопросы с хэштегом Навальный2018, я буду стараться на них отвечать. И сегодня мы делаем сбор денег в поддержку забастовки избирателей. Ну так вот, Сергей Приходько, Олег Дерипаско и все эти замечательные люди, безусловно, которых поддерживает Владимир Путин, заблокировали сегодня мой блог. И у меня нет ни малейшего сомнения, что здесь дело, конечно, не только в карманном Усть-Лобинском, правильно, Усть-Лобинский суд, карманном Усть-Лобинском суде, потому что господин Дерипаско владеет всем этим городом, а и политическое желание власти заблокировать. Потому что посмотрите, что они заблокировали? Сайт Навальный 2018, сайт Навальный Ком, сайт забастовки и сайт набора наблюдателей. То есть одновременно они заблокировали по решению этого суда. И это абсолютно незаконно, потому что, естественно, сайт забастовки или сайт набора наблюдателей никак не связан с личной жизнью Дерипаски, или не связан с личной жизнью Приходько, с Рыбкой, и там нет ничего. И мало того, это прямо противоречит тому, что написано даже в незаконном решении Роскомнадзора. Тем не менее, они такие сказали, классная идея, раз есть какое-то липовое решение, что можно что-то Навального блокировать, давайте заблокируем все. Сразу хочу сказать, мы сделаем все, и я верю, что у нас получится, чтобы эта информация не была удалена из интернета. Да, Роскомнадзор заставил 29 средств массовой информации удалить какую-то информацию. Да, вот они за всеми бегают, и да, они сейчас очень сильно осложнили нам жизнь. Впрочем, мы довольно эффективно боремся с блокировками, однако же мы совершенно точно сделаем все, чтобы информация о приключениях Дерипаски, приключениях Приходько не просто оставалась в российском интернете, но была еще более доступна. И чтобы большое количество, еще большее количество людей ее увидело, я надеюсь, вы будете нам помогать. Благодаря вам у нашего фильма уже 5 миллионов просмотров, продолжайте, пожалуйста, отправляйте бабушкам, дедушкам, всем людям, пусть миллионы граждан России знают о том, что происходит. И, конечно, борьба с блокировками, умение обходить блокировки, это просто базовый навык жизни в России. Сейчас, если вы еще не научились это делать, обязательно учитесь. Я вам хотел показать какую-то инструкцию, какую-то короткую инструкцию, как обходить блокировки, а потом вспомнил, что ведь в России запрещены даже инструкции по обходу блокировки. И я вам сейчас, если покажу какую-то, то Роскомнадзор обязан заблокировать тех людей, которые рассказали о том, как бороться с блокировками. Ну, я все-таки, наверное, знаете, рискну и покажу вам 40 секунд объяснения, как обходить блокировки. И даже немножко надеюсь, что после этого Роскомнадзор заблокирует тех, кто объяснял. 40 секунд. Блокировка популярных интернет-ресурсов – дело, мягко говоря, бесполезное. Это, как подчеркнули и в российском Минсвязи, воспитывает в гражданах правовой нигилизм и увеличивает их компьютерную грамотность. Всем тем, кто страдает от блокировки соцсетей, но все еще может нас смотреть, посвящается. Пути обхода блокировки сайтов множество. Один из самых простых – скачать приложение, которое меняет страну вашего нахождения на ту, где ресурс разрешен. Зачастую такой способ открывает доступ ко многим сайтам. Еще один вариант – использовать анонимайзер. Он также позволит заходить на сайты без привязки к адресу компьютера. Да, не совсем, конечно, удобно, но все-таки. Ничего себе! Телеканал «Россия-24» рассказывал нам, как обходить блокировки. Наверное, вы уже догадались, они делали это в связи с тем, что злые чиновники блокировали сайты на Украине. Совершенно верно! Как только на Украине были приняты решения о блокировке российских сайтов, праведным гневом наполнились совершенно все. И те же самые чиновники, которые блокируют сайты внутри России, начали по телевизору рассказывать нам, рассказывать украинцам, да, о том, как обходить блокировки. Ну и нам эти инструкции понадобятся. Впрочем, самая простая вещь, которую вы можете сделать, скачать приложение моего блога. Ссылки есть в описании к этому ролику. Там есть приложение для Андроида, есть приложение для ИОС. Никакая блокировка его не обойдет, и вы можете запросто пользоваться. Я не хочу даже очень подробно рассказывать вам, останавливаясь на юридических аспектах, ну потому что даже бесполезно. Вот любой человек, который хоть немножко юрист или хотя бы немножко знаком с правовыми процедурами в стране, он просто начнет громко хохотать, если рассказать ему историю о том, как в выходной день можно прийти в суд, получить сразу назначенное заседание, и в этот же выходной день обеспечительные меры, которые заблокируют что-то где-то по всей стране, при этом без уведомления, ну собственно, как назвать, пострадавших, причастных лиц. Мало того, с официальной позиции суда, что меня это не касается. Ну то есть оцените красоту комбинации Дерипаски, Приходько и Путина. Заблокируем ресурсы Навальному, а когда он придет и скажет, алло, дайте бумагу, скажем, это тебя не касается. Это официальная формулировка, что интересы Навального не затронуты при блокировке ресурсов Навального. Понятно все с российскими судами. Мне более интересна такая моральная оценка того, что происходило на яхте у Дерипаски, у Приходько и так далее. Вот мы видим, что все фигуранты нашего дела молчали, и эту неделю молчали. Вот Приходько сказал какую-то такую вещь, что я бы с ним разобрался по-мужски, но не буду. После чего начали все блокировать, и первый официальный, высокопоставленный чиновник, который высказался на тему, можно это или нельзя, нормально или ненормально то, что происходило на этой яхте, это был министр, настоящий, сам делишний министр открытого правительства Михаил Абызов. Вы знаете, что он наш старый друг фонда борьбы с коррупцией, потому что именно он блокирует обычно все, что мы собирали, вы знаете, несколько раз сто тысяч подписей под теми или иными законопроектами. Вот по процедуре именно Абызовское министерство должно было их рассматривать, оно благополучно их хранило всегда. Когда мы выпускали фильм расследования элитной недвижимости господина Абызова в Италии, вот сегодня телеканал Дождь, спасибо ему, они взяли небольшой комментарий, вот как министр оценивает то, что произошло, в том числе с моральной точки зрения. Давайте посмотрим, там 1 минута 21 секунда. Полная чушь, и не надо путать нормальные товарищеские, дружеские отношения с какими-то подношениями взятки. Взятка предполагает оказание услуги. И полная ерунда. Послушайте, я проработал в бизнесе 20 лет. Все олигархи, так или иначе, мои либо товарищи, либо люди с катмонторами, я работал, у меня связывают дружеские отношения. У меня что, с ними в ресторан нельзя ходить? У меня что, теперь нельзя... Ну, рестораны и яхты все-таки разные. А какая разница? Мне, может быть, нельзя ходить... В чем суть, вот, изюминка яхты? Вы можете мне объяснить? Дорого. Что дорого? А в машину можно... Да, в ресторане. Да, а в машину не можно в одной ездить? Ну что, послушайте, не надо превращать всю абсолютную чушь и абсолютно какую-то фантасмагорию. То, что люди хотят пиариться и для этого раздувают какие-то истории, или лезут в грязное белье, в личную жизнь. Это вопрос воспитания, это к их родителям. У каждого своя моральная планка. Я могу сказать, Приходько абсолютно порядочный человек. Я работаю с ним много лет. Это человек, который заслуживает высочайших оценок, глубокого уважения, суперпрофессионал и настоящий друг. Я рад, что я работаю с такими людьми. А все, которые кидают всякими помоями, бог им судья. Пытаюсь найти свою моральную планку. Она упала так низко, что невозможно ее найти. Она где-то, видимо, на четвертом этаже или на третьем. Потому что, ну, это же ко мне вопросы. Абызов, министр правительства, сидящий на своей итальянской вилле, Приходько с Дерипаской в окружении танцующих девушек из эскорта, обращаются ко мне и говорят, ну, как-то, Алексей, где твоя моральная планка? Что же с тобой происходит? Это вопрос с твоим родителем. Себя плохо воспитали, говорят они. И мимо, вот когда они обращаются ко мне, мимо них проходят какие-то голые девушки из эскорта услуг. Они обсуждают, они дают друг другу взятки. И в этом нет нормального. Министр на всю страну может сказать, это хорошо, честнейший человек, прекрасный, образцовый чиновник. Ну, вот вы видите, насколько деградировала эта власть? Ну, люди даже не стесняются. Ну, хоть бы сказал там, я не собираюсь обсуждать, это касается только Приходько. Или, так сказать, этот персонаж всегда лжет, как он солгал там про меня, поэтому мне это все неинтересно. Нет, они же еще, понимаете, пытаются взобраться на трибуну. И стоя вот в одних трусах над нами, сказать, ну, ребята, что же вы копаетесь в нашем белье? Это неприлично. Они нас еще стыдят за то, что неприлично. Я предлагаю вам вспомнить эпизод, который произошел с Михаилом Михайловичем Касьяновым. Которому дома, в его жилище, в его квартиру, ну, очевидно, незаконно, ФСБшники или я не знаю кто, поставили камеру. Снимали его несколько раз, там, несколько дней. И все вот эти какие-то кадры личной жизни и там личных взаимоотношений, они показывали по телевизору. И когда Касьянов подавал в суд и говорил, ну, как-то вообще-то здесь все нарушено. Неприкосновенность частной жизни, незаконная оперативно-розыскная деятельность, ну, незаконная съемка и так далее. Тут нарушено все, ну, уже тут нарушено, я не знаю. В принципе, это невозможно показывать по телевизору с таким смакованием, с диалогами. Касьянов везде проиграл суды, ему везде отказали. Сказали, что, ну, ты знаешь, Касьянов, это твою личную жизнь не затрагивает. Зато когда мы, никого не снимая скрытой камерой, просто показываем то, что сфотографировала в Инстаграм участница событий, тут вопросы к нашему воспитанию. Тут вопросы к нашей моральной планке, которая упала, она лежит у ног Абызова, она лежит у ног Приходьки. Наглые, совершенно, ну, просто наглые, взорвавшиеся, извините, охреневшие совершенно люди, бессовестные. Поэтому, конечно, их нужно мочить. Конечно, с этой властью нужно бороться. Конечно, нужно распространять это видео для того, чтобы, ну, хотя бы эти наглые выражения лиц как-то сползли с их физиономии. Потому что, ну, невозможно просто слушать, как они еще пытаются доказать, что они, значит, высокоморальные люди, а мы копаемся в грязном белье, к сожалению, к большому. Меня очень расстроил Инстаграм. Ну, Инстаграм — это Фейсбук и Цукерберг и все остальные, потому что я не думаю все же, что Ютюб удалит наше видео, по крайней мере, пока он держится. Но вот Инстаграм удалил две фотографии. Дайте, если у нас есть эти фотографии, мы их покажем. Те самые фотографии. Вот фотография номер один, мы видим Дерипаска с Настей Рыбкой на яхте. Фотография номер два. Инстаграм, к сожалению, вот по требованию Роскомнадзора удалил и тем самым, ну, стал частью российской такой цензурной, коррупционной машины. Это очень расстраивает, но я вижу, довольно много западных СМИ об этом пишут. Я надеюсь, что сейчас как-то общественность надает по шее Цукербергу или там тем, кто принимал какие-то решения, потому что, ну, это совершенно, совершенно возмутительно и неприемлемо, когда, ну, вот, они выступают на стороне жуликов и помогают этим жуликам скрывать свои коррупционные делишки. Все это дело. Там же много участников. Рыбка, Приходька, Дерипаска. И уже много, что написано про разных людей. Одни пишут про Дерипаску, статьи выпускают, там, расследования. Почему это могло быть? Там, кто даже там и конспирологические версии заказал нам расследование против Дерипаски. Всегда очень смешно читать. Огромные биографии выходит Приходька. Очень интересные воспоминания о Приходьке из книжек. Такой Елены Трегубовой записки кремлевского диггера. Книжка вышла в начале нулевых. Там очень интересно про Приходька. Почитайте. Про саму рыбку много пишут. И есть один совершенно потрясающий фигурант вот этого всего дела по имени Алекс Лесли. Этот самый Алекс Лесли. Я даже не знаю, кто он такой. Точно затрудняюсь определить род занятий этого человека. Но он называется секс-тренер. И рыбка называется секс-тренер. Одновременно ее гуру. Одновременно какой-то научный руководитель. Не знаю, какой-то руководитель, потому что она постоянно говорит про него. Давайте несколько секунд, что же нам Настя говорит про Алекс Лесли. Ну вот, это какой-то ее тренер. И она неоднократно заявляла, что Дерипаска вообще все это устроил, потому что он ревнует к Алексу Лесли. И она выдвигает Алекса Лесли в кандидата в президенты. Вот он за рулем сидел и так классно танцевал. Это оказался потрясающий человек, потому что когда люди начали гуглить его, ну просто гуглить, и мы выяснили, что его зовут на самом деле не Алекс Лесли, а Александр Кириллов, в том числе потому что Дерипаска на него суд подал, выяснилось, что он ни много ни мало, а резидент инновационного центра Сколково. Вы видите его фотографию в этом самом Сколково. Эта фотография до последнего времени висела на сайте инновационного центра Сколково. Если войдете туда прямо сейчас, то вы прочитаете совершенно потрясающий профайл Алекса Лесли на сайте инновационного. Видите, фотографию стыдливо убрали, но видно, что он директор по науке, идеолог и инвестор центра интеллектуальных систем прогнозирования, участник и докладчик на международных конгрессах, автор и разработчик Artificial Intelligence систем с увеличением К-сложности. Увеличение К-сложности. И он работает в том самом замечательном, потрясающем инновационном центре Сколково, на который мы с вами, уважаемые YouTube-зрители, потратили 132 миллиарда рублей. То есть вот посмотрите, вы видите, это из постановления правительства, это не моя аналитика, это деньги, которые выделены инновационному центру Сколково, в котором Artificial, ну, система искусственного интеллекта с увеличением К-сложности занимается Александр Кириллов, а.к.а. Алекс Лесли. Я потратил какое-то время и попытался найти, ну, какие-то следы его научной деятельности, они очевидно должны быть, потому что, ну, собственно говоря, к Алексу Лесли у меня никаких претензий даже нет, есть даже какое-то невосхищение, но признание его какой-то лихости, что он даже и туда вошел и стал частью этого потрясающего Медведевского инновационного центра Сколково. Ну, я искал какие-то следы научной деятельности или визуализации какого-то проекта, вот с этого, искусственный интеллект, космические программы, у него там много чего написано, и нашел. А, нашел, там было 52 секунды видео, но я вырезал, потому что я подумал, что вы не выдержите этого, 26 секунд. Вы сейчас смотрите инновационный проект, который, очевидно, ну, скорее всего, профинансировал инновационным центром Сколково, 26 секунд. Дорогие россияне, сейчас будущий президент Российской Федерации Алекс Лесли представит вам новый Ким России. Слушайте. Это был Алекс Лесли, резидент инновационного центра Сколково, на который мы с вами потратили 132 миллиарда рублей. Идеальное видео. Это лучший резидент. Я реально считаю, что Алекс Лесли нужно сделать символом инновационного центра. Они с Медведевым должны там вдвоем. Может быть, даже Медведев может в таком же виде, вот в таком же виде участвовать. Там было три девушки, да, а четвертым должен лежать Медведев с айфоном или с чем-то оборачиваться и говорить про то, что в Россию ожидает прорыв в инновациях. Вот именно так должно быть. Это совершенно гениально и потрясающе. Мне кажется, ну просто супер характеризует все, что происходит в нашей стране. И те из вас, кто ожидает, что от Путина или от Медведева могут быть какие-то улучшения в нашей стране, технологические прорывы или еще что-то. Ну там Илон Маск запускает что-то, ну и мы же сможем. И мы сможем что-то сделать, искусственный интеллект или что-то биотехнологии, нанотехнологии, еще что-то. Все, кто ждет этого, ребята, смотрите вот этот кусочек почаще. Это потолок инновационных технологий, которые нам может обеспечить путинский режим. Вот это потолок. И мало того, если вы будете еще возмущаться, они будут блочить. Я не сомневаюсь, что завтра или там послезавтра Роскомнадзор заявит о том, что вот это нужно тоже заблокировать. Прошлый выпуск, между прочим, Навальный 2018, точно такой же, они внесли в реестр запрещенных сайтов, и этот внесут. Ну потому что секретные вот эти вот технологии, которые я вам сейчас только показал, не все должны их видеть. Не все. От веселых тем переходим к темам серьезным и даже отчасти грустным, потому что все-таки такой главной и международной новостью и очень серьезной новостью с такими долгосрочными последствиями для России, конечно, была ситуация в Сирии. И связана с так называемой ЧВК Вагнера. И вот огромное количество СМИ, огромное количество людей неделю посвятили, в общем-то, обсуждению о том, что произошло, потому что до сих пор мы не очень понимаем, что произошло. Ну вот есть какие-то факты, наверное, которые невозможно отрицать. Было некое боестолкновение в Сирии. В ходе этого боестолкновения американцы разбомбили, уничтожили колонну неких людей. Никто толком не понимает, кто это такие были. И среди этих людей было какое-то количество граждан России. И совершенно разные были оценки. Значит, сначала говорили про сотни этих людей, причем говорил это в том числе Игорь Стрелков, про которого мы точно знаем, что он поддерживает связи с этими людьми и обладает какой-то информацией. Потом было сказано, что 20 человек погибло. Потом Блумберг, соответственно, заявил, что все-таки 200 человек погибло. Такая есть, не знаю, организация, комьюнити, исследовательская группа, называется CIT. Они очень много, кстати говоря, про это пишут, всем рекомендую. Вот Руслан Левиев оттуда заявил, что все-таки 200 человек – это очевидное преувеличение. Но, скорее всего, там от 30 до 40 погибших было. И мы до сих пор не можем понять, а что там произошло. Сколько людей погибло, сколько граждан России. Но вот сегодня Мария Захарова заявила о том, что в результате удара могло погибнуть 5 россиян. И она до сих пор сомневается, россияне или они. Это очевидное вранье. Но, собственно говоря, госпожа Захарова вообще никогда ни одного слова правды не говорит. Потому что уже сейчас есть документальные подтверждения гибели как минимум 8 человек. То есть есть эти ужасные. Эти самые рыдающие жены. Эти самые дети, оставшиеся сиротами. Похороны и так далее, как минимум 8 граждан России, которые как бы к ним не относились. Вы можете их считать хорошими, можете считать плохими, можете их считать кем угодно. Но так или иначе, какое-то количество граждан России погибло. Мы не знаем, кто там погиб. И зачем они погибли? Потому что те сообщения, которые появляются вот последние несколько дней, ну, они вообще выглядят чудовищно. Потому что американское командование заявляет, что американцы разбомбили колонну, в которую ехали какие-то люди. И перед тем, что как они разбомбили эту колонну, они запросили у Министерства обороны России сведения, есть ли там российские военнослужащие или там квази-военнослужащие. И Министерство обороны им сообщило, что таких нет. Это официальное заявление министра обороны США. Ну, то есть, конечно, мы все должны ставить под сомнение. Но это серьезное обвинение. Это обвинение в том, что Министерство обороны просто продало, предало российских граждан. Неважно, военнослужащие или нет, они сказали, там нет российских. После чего-то те всех разнесли и убили наших граждан. И мы видим, что американцы, в общем-то, нехотя это признают, потому что, ну, никому не нравится идея, какое-то столкновение, когда американцы и русские убивают друг другу. Это все пресса, естественно, прыгает на это. Третья мировая война, рост эскалации. Этого никто не хочет. Но если вот эти факты подтвердятся, это, конечно, серьезные вопросы к Министерству обороны, которые, ну, просто, неважно, опять же, плохие они или хорошие. Они граждане России. И они сказали, что, пожалуйста, бомбите наших там нет, хотя знали, что наши там были. Ну, и, конечно, совершенно чудовищно выступил господин Песков. После первых сообщений, но в том числе довольно обоснованных сообщений о том, что как минимум десятки людей там погибли, у него спросили, нужно ли объявлять какой-то траур, нужно ли делать что-то, и Песков сказал, какой траур, о чем вы говорите? Я не понимаю, что там происходит, и вообще там никаких российских граждан нет, военнослужащих нет, там нет никого, и здесь не о чем говорить. Ну, и повторюсь, в этот же момент публикуется интервью, видеоинтервью, вы их можете посмотреть, зайдите на знаком с этими самыми женами рыдающими. Какие-то казачьи там десятники, двадцатники и кто угодно, они заявляют о том, что да, вот наши погибли из нашего района, из нашего города, из нашего там, как это называется, казачьего объединения. Факты эти есть, про эти факты все знают, и государственные чиновники, единственные, кто просто отказывается от граждан России и признают граждан, и предают граждан России. И вновь мы все обязаны поднять вопрос, а что мы делаем в Сирии? И кто такие те самые граждане России, которые что-то там делают и участвуют в каких-то операциях? И я просто хотел бы обратить внимание, что вот дискуссия такая идет, ну, есть там ЧВК Вагнера, частная военная компания, как у американцев, и они делают примерно то же самое, что делают американцы. Вот нет, ребята. Давайте установим некоторые четкие факты. Значит, есть некий человек, которого называют Вагнер. Про этого человека известна фамилия и имя, есть его фотография. Зовут его Дмитрий Уткин, вот он на кремлевском каком-то приеме, на котором присутствует и Путин. Никакой организации под названием ЧВК Вагнера нет и быть не может, потому что вот многие очень ошибочно считают. И я вижу даже интервью каких-то клоунов, которые тоже подписываются руководитель ЧВК такой-то, частной военной компании, руководитель ЧВК такой-то. Этого быть не может. Даже закон о частных военных компаниях в России в первом чтении даже еще не рассмотрен. Он где-то вообще непонятно где лежит. В России есть статья ВУК, номер 359, которая называется «Наемничество». И любые граждане России, которые за деньги, за вознаграждение где-то там воюют, что-то делают с оружием в руках, по этой статье они наемники, они должны быть привлечены к уголовной ответственности. Поэтому, вот вы видите, у нас есть как минимум серая зона, очевидно коррупционная. Какие-то люди, некая организация, которая получает деньги. Откуда и как? Это не может быть юридическим лицом, это не может быть по законам Российской Федерации. Значит, там есть какой-то огромный поток наличных денег или еще чего-то. Мы знаем сейчас, неоднократно Фонтанко об этом писала много расследований, что это самая так называемая ЧВК Вагнера. То есть, некое незаконное вооруженное формирование, занимающееся непонятно чем, но как минимум задействовано в боевых действиях на Донбассе и в Сирии, оно фактически финансируется тем человеком, которого принято называть повар Путина. Господин Пригожин, про которого мы сделали массу расследований, и про которого мы совершенно точно знаем, что он кормится с того, что обкрадывает Министерство обороны. Но может быть он, потому что он получает от них совершенно потрясающего размера контракты, и это картельный сговор. Но посмотрите наше расследование, то есть там документально установленная коррупция. Может быть, часть денег он ворует, а часть отдает на эту ЧВК Вагнера. Может быть, это как-то связано в той или иной степени. Но в любом случае, мы видим здесь очень странную и подозрительную связь между вот этим поваром Путиным и людьми, воюющими в Сирии. Мало того, было не так давно заявлено о том, что, вот сейчас я вам прочитаю, Фонтанка писала с 1917 года, что четверть нефти и газа, добытой на отвоеванной для Асада территории, может достаться фирме, связанной с поваром Путиным и Евгением Пригожиным. Взамен он должен освобождать вот эти заводы, нефтепрерабатывающие какие-то газовые месторождения и так далее. То есть, получается, как это работает? Есть некие люди, которых финансирует российское государство, потому что, ну, кто платит вот этим несчастным женам какие-то так называемые гробовые и все остальное? Эти люди все тренируются в тренировочных лагерях Министерства обороны под Ростовом. Про это тоже говорят, и это казачьи руководители, и прям вот все люди, участники этого всего. То есть, они тренируются на официальной базе Министерства обороны, а потом дальше едут, и отвоевывают или захватывают некие газовые месторождения, детские месторождения для Пригожина? А нам это зачем? А мы почему с этим связаны? Российскому государству зачем это все? Почему граждане России должны участвовать в каких-то столкновениях, я не знаю, с кем угодно, с американскими, с курдами и так далее? Для чего? Для того, чтобы этот повар Путина заработал? И последняя статья, которая была в Коммерсанте, мало того, еще одно заявление Министерства обороны показывает вообще какую-то странную вещь. То есть, там фактически заявляется то, что вот эти вооруженные группы Вагнера уже даже без соглашения с нашим Министерством обороны пытались захватить какой-то военный завод, американцы их разбомбили, и это была то ли несогласованность, то ли еще что-то. То есть, какие-то финансируемые фактически деньгами налогоплательщиков группы, ну, де-факто, от имени Российской Федерации, ну, все же знают, что они русские, туда Министерство обороны отправляет, они все, очевидно, прибывают через нашу военную базу, занимаются тем, что решает личные финансовые вопросы этого Пригожина, и выглядит это все как бы очень-очень сомнительно, и, конечно, это все должно быть расследовано самым внимательным образом. И еще раз я хочу отметить, что никакой параллели, да, в интервью часто приходится прочитать, ну, у американцев есть частные военные компании, и у нас есть. Значит, частная военная компания, как они существуют во всем мире, не участвуют в боевых действиях. Они заключают официальные контракты, там, с Министерством обороны США или с другими организациями, которые на охрану, например, они охраняют, они проводят тренинги. В частности, в Ираке та самая компания Blackwater, знаменитая частная военная компания, которая постоянно сравнивается с ЧВК Вагнера, они тренировали местную полицию. Как только становятся известны факты их участия в прямых боевых столкновениях, эти случаи расследуются. Вы можете найти, было расследовано 125 конкретных случаев, когда вот эти частные военные компании американские участвовали в непосредственных боевых действиях, потому что они не могут в них участвовать. Вот они что-то охраняли, на них напали. У нас же ситуация совсем другая. Какие-то люди очень странные, они реально введут в войну, в боевые действия. Как это может быть? Очевидно, что никакая частная военная компания без поддержки регулярной армии не в состоянии воевать, потому что у частной военной компании не может быть авиации, не может быть дронов, не может быть спутниковой фотосъемки, спутниковой связи, не может быть танков, по крайней мере, у российской частной военной компании. То есть это какая-то вот довольно гигантская серая зона, прокладка между Министерством обороны и этим жуликом Пригожиным. И в этой зоне находятся миллиарды реально долларов, как минимум там многие десятки миллиардов рублей, которые эти стороны растаскивают в разные концы. И вновь вопрос, а нам зачем это? Вот правильно я видел только что сообщение в Твиттере, люди гибнут, а кто-то гребет деньги лопатой, люди гибнут. Вот мы с вами должны будем платить гробовые семьям погибших. Социальное, ну реально это трагедия человеческая, как бы к ним относиться? Дети-сироты, жены и все остальное. Кроме того, люди будут возвращаться. Не очень понятно, в каком психическом состоянии. Опять же, интервью почитайте с женой погибшего. Вот она пишет, что он служил на Донбассе, а потом приехал, ему стало скучно. Он начал вспоминать про свой автомат. Где же мой милый автомат? И тоскуя, уехал куда-то в Сирию, где этот автомат ему дали, он закончился, у него очень хорошо. Но вот, когда люди тоскуют по автомату, ответ нормальной страны такой. В армию. В армии дают автоматы. Вступаешь в регулярную армию, дадут тебе твой автомат, он будет храниться под номером в оружейной комнате. Ты будешь его получать, когда тебе положено. Ты будешь стрелять, когда тебе положено стрелять, когда ты получил приказ главнокомандующего. Мы же своими руками просто создаем какие-то банды, которые будут потом бродить по России и делать непонятно что. Ну, то есть, ни к чему хорошему это не приведет. Это обойдется нам в огромное количество денег. И вновь самый главный вопрос. Зачем нам это все? Ну, вот мне пишет Андрей Шпагин. Погибает не народ, а поехавшие ватники Путина. Ну, вы можете как угодно к ним относиться. Кто-то считает их героями, а кто-то считает их совсем не героями. Ну, очевидно, люди поехали зарабатывать деньги. Но они все равно граждане России. Они живут с вами в соседнем доме. Поехавшие ватники, не поехавшие ватники. Они все равно здесь живут. И вы будете, как бы вы к ним относились, оплачивать их расходы. И это глупая идея радоваться тому, что их поубивали. Вот там, типа, 400 запутинцев разбомбили американцев. Это глупая абсолютно позиция. Потому что это граждане России. У них здесь семьи остались. У них здесь знакомые остались. Кто-то погиб, кто-то вернется сюда. И непонятно, что у них будет проходить в голове. Это наша общая проблема. И, конечно, к этой проблеме мы должны относиться понятно как. Мы должны требовать все, чтобы эта лживая власть, этот омерзительный Путин, который несколько раз уже заявил о том, что мы вывели с территории Сирии наземные войска, объяснили нам, что происходит. Если вы вывели, кого там убили? Чьи жены здесь рыдают в Свердловской области? Пусть тогда вот это они ответят. Владислав Лозинский. В прекрасной России будущего не будет ли глушить интернет от Илона Маска? Пусть Илон Маск сначала проведет свой интернет. Он так сказал, это все красиво. Посмотрим. Ну, то есть, заканчивая тему Сирии, главное, что нам нужно... Я предлагаю, просто всех призываю, не концентрироваться на личностях вот этих людей, ватники они или не ватники, а просто говорить о том, что мы, государство, общество, сообщество, кто угодно, мы должны получить ответ на вопрос, почему люди с такими же паспортами, как у нас, где-то гибнут, за что они гибнут, и почему какие-то есть непонятные финансовые потоки в связи с этих гибелью. Андрей спрашивает у меня, может ли получиться так, в результате низкой явки зарубежные президенты скажут Путину, извини, чувак, мы не хотим с тобой иметь дело. Не получится так, Андрей, потому что с зарубежным президентом вообще-то все равно, что здесь происходит. Зарубежные президенты говорят, пусть эти русские сами решают свои проблемы. Ну, то есть, если они позволяют Путину 18 лет сидеть у власти, их обворовывать просто в открытую, ну, это проблема русских. Не нужно ждать, что какие-то западные политики, они будут возмущаться, они будут его считать жуликом, совершенно неприличным человеком, мы будем от этого страдать. Но решать наши проблемы они не будут. Так, ну давайте, раз мы, значит, заговорили про выборы, вновь погрузимся на дно, там, где, по словам Абызова, лежит моя моральная планка, потому что где-то рядом с этой моральной планкой глубоко внизу лежат и наши выборы, так называемые, и рейтинги кандидатов, так называемых кандидатов. Как вы помните, мы обещали, мы продолжаем делать еженедельные социологические опросы для того, чтобы вы получали реальную социологию о том, что же сейчас происходит. Давайте посмотрим, начнем с рейтингов кандидатов, что будет, если выборы пройдут в это воскресенье. Первый слайд, пожалуйста. Первый слайд, мы видим, что, ну, собственно говоря, ничего не изменилось. Рейтинг Путина такой же, 80%, Жириновский 7%, Грудинин 6%, но изменение в 1% для нас на самом деле ничего не значит, потому что это ниже погрешности. По-прежнему мы видим, главное, что Грудинин и Жириновский бьются за второе место, и все эти кандидаты не имеют вообще ни малейших перспектив устроить второй тур или вообще каким-то образом быть замечены на этих выборах. Но, то есть вообще с ними ничего не происходит. Давайте глянем на антирейтинги. Может быть, они что-то сделали для того, чтобы антирейтинги, их выросли. Давайте посмотрим, кого же ненавидит наша страна. Следующий слайд. Вот следующий слайд. Ну, ненавидит, ненавидит, но мы видим, что наши избиратели по-прежнему очень сильно раздражены. Ксения Собчак. С большим отрывом дальше следуют Григорий Явлинский и Жириновский. Но Путин по-прежнему у нас с низким антирейтингом. Очевидно, просто люди уже боятся говорить о том, нравится он или не нравится. Они все не включают его в свои антирейтинги. Почему не растут рейтинги, не растут антирейтинги и не меняется вообще ничего? А на этот ответ отдает нам, на этот вопрос дает нам ответ следующий слайд. Давайте посмотрим его с агитационными материалами, каких кандидатов вы сталкивались за последние две недели. Давайте сразу в последнюю графу смотрим. Никто из вышеперечисленных 74%. То есть 74% людей. Абсолютное большинство вообще не видит никакой агитации и вообще не видит никакой избирательной кампании. Ну вот там Жириновский, ну естественно Путин, Грудинин, Жириновский, Собчак хоть как-то участвуют, появляются в телевизоре. Поэтому минимальное количество Собчак 7%, Жириновский 12% с Грудининым, а Путин 17%, да, ненамного, кстати, ушел. Замечают их, все остальные наши сограждане вообще не видят никакой избирательной кампании. Это грустновато. И, кстати говоря, ну а вот вы видели какие-то агитационные материалы? Вот я сегодня, сотрудник нашего офиса, принес и показал мне агитационный материал, который, например, разместил господин Титов. Это неправильно припаркованная BMW, украшенная вот логотипами партии Роста и всего остального. Ну то есть вы видите, что они делают. То есть они не делают ничего, какие-то такие штуки для там смешной фоточки, что-то в социальной сети, какое-то заявление, которое обсудят 27 человек в Фейсбуке, но ничего значимого, ни на одну значимую тему они не высказываются. Но мы для вас специально спросили о вопросе, а что же люди считают значимой темой? Это довольно интересно. Давайте посмотрим, на какие же темы люди хотят, чтобы кандидаты высказывались. Качество образования и медицинского обслуживания 59% тем номер один. Граждане России хотят, чтобы об этом говорили. Рост цен и бедность 50%. ЖКХ 47%. Коррупция, что меня радует, 40% людей считают, что нужно обсуждать коррупцию. Давайте посмотрим, где находятся те темы, про которые без конца толчат наши кандидаты. Вот идем, 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 в самый конец увидим участие страны в международных военных конфликтах. Тема важная для меня, но тем не менее, гражданские права, демократические свободы, свободы слова 5%. То есть Россия в международной политике 12%. Вот все, что делают наши кандидаты сейчас. Грудинин говорит, что он присоединит там Донбасс. Собчак едет в разгар кампании на 4 дня в США и что-то там тоже делает вид, что она великий внешний политик. Явлинский спрашивает про Сирию. Важная вещь, я его поддерживаю в этом, но тем не менее, факт остается фактом, большинству людей неинтересна эта международная политика. Вообще не интересует их ни Украина, ни Америка, ни Сирия, ни Донбасс. Они хотят узнать, почему растут цены. Они хотят узнать что-то про коррупцию. Они хотят узнать что-то про состояние здравоохранения, образования, каких-то, видимо, акций, высказываний на эту тему, дебатов на эту тему. Ничего же нет. Абсолютная пустота. Поэтому, ну, собственно говоря, ну и обсуждать здесь особо нечего. Избирательной кампании нет. Эти кандидаты делают все, чтобы их не было заметно. Месяц до выборов остался. Месяц до выборов остался. Ни у одного из этих кандидатов, я не знаю, нет ни дебатов, ни до какой-то видеоролика, который по количеству просмотров хотя бы переплюнул этот мой эфир. Не просто потому, что я такой крутой, а они не крутые, а потому, что они ни черта не делают. Не хотят делать. Это условие договоренности. Поэтому не ходите на эти выборы. Не участвуйте в этом позорище. Записывайтесь с наблюдателем для того, чтобы помешать им фальсифицировать явку. И не будьте частью позорного, никчемного, убогого спектакля. Если кандидаты не борются, ваш голос, ну вы зачем пойдете на участок? Вы не можете быть более активным, чем кандидат. Ну согласитесь же, это очевидная вещь. Странно выглядит, когда вы там спорите со мной где-то в соцсетях, говорите, я обязательно должен идти на выборах. Ваш кандидат, который в бюллетене, он в этих выборах не участвует де-факто. Просто вот записался и все. А вы куда-то бежите. Не бегите никуда туда. Байкотируйте, призывайте всех бойкотировать, но участвуйте в вегетации. Так, мне спрашивают, я вижу, я записался в наблюдателя, ждать ли обучения. Конечно, мы будем всех учить и, конечно, мы будем отправлять подготовленных людей на избирательные участки. Так, Алеша Дементьев. Ну верните меня, Алеша Дементьева. Мне 19 лет, я прочитал, был участником митинга в Мончегорске, а потом не успел ничего прочитать. Но сейчас, пока мне вернут, меня спрашивают, ЛКО, как вы относитесь к новости, что за убийство бездомных животных, на убийство бездомных животных выделили деньги? И второй вопрос, как с вами можно пересечься, сфотографироваться в Москве? Пересечься, сфотографироваться в Москве со мной очень легко на любом митинге. Будет марш Немцова, кстати говоря. Приходите на марш Немцова, там со мной сфотографируйте, сколько хотите. Новость о том, что действительно московское правительство выделило деньги на убийство бездомных животных, даже не московское, а федеральное. Во всех городах, где будет чемпионат мира, она не выделила деньги на стерилизацию животных, на убийство. Но это глупость, это жестокость, ну и кроме того, это бессмысленная трата денег. Есть куча исследований, которые показывают, что популяция бездомных животных, вы их можете убить всех кошек и собак, за три года популяция их восстановится. Но так устроены крупные города. Восстанавливается популяция бродячих животных, поэтому это бессмысленная глупость и жестокость. Нормально ли то, что родные называют меня предателем за то, что я вас поддерживаю, Алексей? Ненормально, что родные вас называют предателем. Вы, если поддерживаете меня, если поддерживаете наше движение, являетесь патриотом России в гораздо большей степени, видимо, чем ваши родные и дорогой Дио Брандон. Уведите с ними беседы. Ну вот покажите им ролик про рыбку, покажите, между прочим, дом Абызова. Вот покажите сначала комментарий Абызова, приходько, который я сегодня вам показывал с телеканала Дождь, а потом покажите его поместье в Италии и спросите у родных. Дорогие мои родные, вот считаете ли вы, что я патриот или предатель, когда я выступаю против таких, как Абызов, против таких, как Приходько? И мне кажется, любой нормальный человек, конечно, скажет, неважно, любит он меня или не любит, он скажет, ну, конечно, ты патриот, потому что это патриот. Сложно. Летл Ролл спрашивает у меня, что стало квадрокоптером Володей, когда Навальный станет президентом, Володя ли будет отличать за разведку в стране? Ну, квадрокоптер Володи по-прежнему в строю, мы его используем, мы будем использовать, просто он не подходит для самых каких-то важных операций, но мы, конечно, будем его использовать. Я надеюсь, когда я стану президентом, в России будут более качественные способы разведки и инструменты разведки, чем квадрокоптеры, которые летают на 3 километра. Посмотрите, вон спутники, спутники. Сейчас технология шагнула так далеко вперед, что уже там объекты с размером сигаретную пачку читают с орбиты. Мы хотим пойти дальше от квадрокоптеров. Про агитацию давайте все-таки немножко поговорим. Вот мы выяснили, что наши кандидаты вообще ни черта не делают, поэтому агитации их никто не замечает, но Владимир-то Путин не спит, Владимир Путин не дремлет, и он не из избирательного фонда, но просто постоянно присутствует в телевизоре. Мало того, они начали повторять абсолютно лизаблюдский гнусный фильм, который снял, к сожалению, замечательный режиссер Оливер Стоун про Путина. Начали показывать по Первому каналу и Центральной избирательной комиссии. После многочисленных обращений, кстати говоря, того же самого Явлинского заявила о том, что не рекомендует показывать этот фильм, но проверив, не нашла в нем агитации. Вот я сейчас... У меня была листовка. Вот наша листовка, на которой вот так вот ее видно, как вы видите, нет ни одного слова Путин, нет ни одной фамилии, ни одного кандидата. Вот ее Центральная избирательная комиссия считает запретной, что она формирует негативный образ какого-то кандидата. Ну вот, видимо, слово обман. Вот они понимают, что оно означает. Конечно, слово обман означает Путин, но оно здесь не написано. Центральная избирательная комиссия считает, что это агитация, и полиция по всей стране отнимает на все эти листовки, а вот фильм про Путина никакой агитации не обнаружено. И давайте сейчас я вам покажу буквально одну минуту-семь секунд из этого фильма. И вы сами мне скажите. Агитация это создание положительного образа кандидата. Вот в этом отрывке ЦИК не усмотрел создание положительного образа кандидата. Что вы в нем увидите? Одна минута-семь секунд. Владимир Владимирович, вы такой крутой и великий. Нет, нет, вы что же, я не великий, я просто, ну, действительно, я просто очень крутой. Владимир Владимирович, как же вам удалось решить все проблемы России? Вот в России же была просто в руинах, и вы решили все проблемы. Ну, я решил, больше у нас еще остаются проблемы, но, конечно, в основном я их решил. И это не является созданием позитивного образа. Нам он говорит о том, что, значит, он отстранил олигархов, показывает Гусинского и Березовского, которые уже давным-давно нету. При этом на самом деле Путин является отцом олигархов в России, никакой не Ельцин. При Ельцине было 9 миллиардеров, сейчас их больше 100. И это не является созданием положительного образа. Ну, Первый канал прекратил показ этого фильма в качестве такого там жеста, да? Но просто реально отдельно возмущает, что Центральная избирательная комиссия настолько лжива, что эта листовка, она вот сюда, она признает какое-то нарушающее избирательное законодательство. А такой фильм посмотрели? Нет, нарушений. Никаких нарушений не нашли, но жулики, что можно сказать? 27 тысяч человек нас смотрят сейчас в прямом эфире. Киев Данилов спрашивает меня. Привет! Специально зарегистрировался в Твиттере, чтобы спросить, как агитировать сторонников Путина. У них логика железнодобетонная. Если не Путин, то кто? Работаю на Министерство обороны РФ. Правильно. Вот для этого они сделали такого рода выборы. Когда человек возьмет бюллетень и увидит там Собчак, Явлинский, Грудинин, которые не ведут никакой агитации, но он, конечно, скажет вам, вы будете кого угодно убеждать, он скажет, ну ты чокнутый, что ли, но здесь нет за кого голосовать. Конечно, я лучше за Путина проголосую. Для этого все и придумано. Поэтому сейчас важно просто людям говорить о том, что ну не бывает такого, что в 145 миллионной стране не нашлось другого человека. Есть гораздо более богатые страны с большим населением, и они регулярно меняют власть. Один президент сменяет другого, и никакой катастрофы не происходит. Ничего ужасного, наоборот, люди живут лучше, потому что власть сменяема. И если мы считаем, что в стране на 145 миллионов человек не нашло, не найдется хотя бы одного, который может ей руководить, ну это самая настоящая русофобия. Ну Путина никто не знал до тех пор, пока его ельцинская семья и Березовский не сделали президентом. Что это означает? Вот Россия бы упала в какую-то, не знаю, там пропасть и там бы разбилась на куски, или мы бы все умерли, если бы не появился Путин? Ну конечно, нет, очевидно, нет. Поэтому нужно показывать пример других стран и говорить, что есть два железных факта. Факт номер один. Если власть регулярно меняется, страна богатеет и живет лучше. Факт номер два. Если власть не меняется, страна беднеет и живет хуже. И тут вы у ваших знакомых спрашиваете, ну как твоя зарплата-то? Покупательная способность твоей зарплаты выросла или упала? Цены-то на молоко за последние пять лет они выросли или упали? Твои доходы реальные выросли или упали? Цены на, не знаю, на телефоны, на продукты, на что? На бензин. Они выросли или упали? Ну, наверное, Путин. Хорошо к нему относитесь? Отлично. Он поработал. Вы считаете, что хорошо поработал? Наверное, нужно сменить его кем-то? Нужны какие-то методы давления, рычею? Наверное, должен кого-то служить? Он, наверное, должен отвечать на вопросы? Наверное, все его окружение от Дерипаски и Приходик до Ротен... Приходик, как сказать, в множественном числе Приходик. Короче, вот этих чуваков Ротенбергов, Тимченко и всех остальных, они, наверное, должны отдавать какой-то отчет о том, каким образом они зарабатывают свои миллиарды. Чиновники должны отвечать за свои дворцы. Об этом, говорите, показывайте им больше видео. То есть, не нужно просто сходу вот таким упертым людям говорить, что Путин ваш плохой, негодяй и так далее. Вы скажите, начните просто, должна быть сменяемость власти. Хороший был Путин, но порулил он достаточно 18 лет. Давайте его на кого-то менять. Потому что последние годы, ну, очевидно, разложение, очевидно, падение доходов населения просто для всех. Вот еще, кстати говоря, одна тема реально взбесила меня. Просто прямо я рвал и метал. К вопросу про Путина и про то, во что превратилась наша страна. У нас есть активист Илья Попов. Ему 20 лет. Он живет в городе, про который вы даже никогда не слышали. Вот он Илья, он живет в поселке Зайково, или Зайково, Зайково, скорее всего, про который тоже вы никогда не слышали, потому что он находится в Ирбитском районе Свердловской области. То есть очень далеко маленький поселок. И этот Илья Попов совершенно замечательный человек. Вот он брал такие листовки. Настоящий гражданин. И ходил их там по своему поселку, клеил, потому что он агитировал за забастовку избирателей. Значит, по камерам видеонаблюдения, представьте, в поселке Зайково, Ирбитского района какие-то полиция не нашла других дел. Не было у них других дел, кроме как по камерам видеонаблюдения найти этого человека, установить. Значит, его доставили в суд, его оштрафовали на тысячу рублей, а потом повезли его в заводы управления молокозавода. В поселке Зайково есть Ирбитский молокозавод, принадлежащий, между прочим, государству. И государственный молокозавод его привезли к директору, где директор ему сказал, прочитал ему лекцию по поводу того, что я иностранный агент, и он занимается экстремистской деятельностью, и заставил Илью, ну, уволил. Сказал, пиши заявление об увольнении. Тот вроде не стал обострять, и сказал, ну, хорошо, что я напишу. То есть уволили парня за то, что он клеил эти самые листовки. Директор зовут Суетин. Сергей, по-моему, Суетин. Сейчас Сергей Суетин, совершенно верно. Ну, я прочитал, я прямо разозлился, думаю, какая скотина этот Сергей Суетин, а самое главное, зачем? Ну, хорошо, ты даже, ты можешь быть за Путина, ты поддерживаешь Путин, ну, твой работник там в свободное от работы время ходил, клеил эти листовки, ты на этом молокозаводе в поселке, что ты лезешь к нему? Зачем ты считаешь необходимым вызвать его к себе и сказать, пиши заявление об уходе, потому что мы должны тебя с молокозавода выгнать за то, что ты клеишь листовки? И я очень быстро нашел причину. Если вы загуглите Ирбитский молокозавод и загуглите вот этого самого Сергея Суетина, директора этого завода, вы узнаете, почему ему нравится эта власть, потому что этот молокозавод государственный не так давно объявлял о закупке автомобиля для этого самого Суетина, автомобиль этот Lexus 570 за 7 миллионов рублей. Молокозавод, поселок Зайково, Ирбитский район, Свердловская область, после грандиозного там какого-то скандала, даже там уже ОНФ возмутился, они отменили эту закупку, но подумайте просто о наглости этого человека. Ты работаешь на государственном заводе, не хочу обидеть никого в Зайково, в какой-то дыре, но хочешь, блин, на государственные деньги купить машину, но которые не покупают президентом развитых стран. Ну покажите мне, найдите президента какой-нибудь в Скандинавии или, ну не знаю, главы крупного региона. ВВП Калифорнии больше, чем ВВП России. Да посмотрите, на чем поездит губернатор Калифорнии. Вряд ли вы найдете там Лексус 570. И это скотина. Она поэтому и ненавидит вот этого самого Илью Попова, потому что он выступает против этого, потому что мы хотим сделать власть, при которой будет невозможно. Во-первых, государству не нужен никакой молокозавод, во-вторых, совершенно точно, нужен тебе автомобиль, купи автомобиль. Ну, то есть хочешь купить себе Лексус 570 за 7 миллионов рублей. Средняя зарплата на этом заводе 25-30 тысяч рублей. Этот Илья Попов, он работал в должности ученика мастера, получал там 10 тысяч рублей. То есть ты плачешь людям от 10 до 30 тысяч рублей и хочешь купить машину за 7 миллионов. Поэтому они так и обожают эту власть. Поэтому вот сайт молокозавода, если вы сейчас зайдете на него, он выглядит вот так. Покажите нам, пожалуйста. Вот видите, понимаете, это сайт молокозавода. Все на выборы. Все на перевыборы Путина, потому что этот Сергей Суетин, жулик, отвратительный. Он обожает эту власть всеми фибрами души. Какая еще власть, какая еще система позволит ему такие закупки размещать? Да его посадят в любом нормальном, ну, даже ему в голову не придет. Ну, как ему рабочие молокозавода морду набьют за такие вещи в нормальном обществе, в нормальном системе. Это невозможно представить. И им всем нужен Путин, потому что Путин дает им это все. Дает возможность в нищете держать всех, платить минимальные зарплаты своим рабочим, но проезжать мимо них по лужам, по грязи, так, чтобы, знаете, вот вода из лужи, летела в физиономию этим рабочим на своем классном 570-м лексусе. Короче, после прихода к власти с этим Суетином мы разберемся и хочу призвать жителей поселка Зайково сказать этому Суетину при встрече все, что вы считаете нужным. Про оппозицию я хотел вам еще есть у нас немного времени показать интересный ролик, потому что очень интересно развивается ситуация в отдельно взятом районе Московской власти, где оппозиция победила и пришла к власти. Это Красносельский район. Вы знаете, что несколько районов в Москве, где большинство взяли независимые депутаты, но именно в Красносельском районе там прямо Илья Яшин возглавил муниципальный совет, он провел своих же сторонников и у них прям такая политическая линия очень четко. Они прямо говорят, что мы против Путина, мы движение солидарность, мы боремся с этой властью, но в этом районе мы и есть власть, а оппозиция у нас меньшинство. естественно, Единая Россия, Собянин, Раков, они же не могут успокоиться, они создали специальное движение, которое так и называется против Яшина. И они проводят пикеты у него перед муниципалитетом, это очень интересно смотреть, и вот любопытно посмотреть, как и должно работать. Ну вот пришли к власти, есть какая-то оппозиция, какие-то путинцы, ну вот есть они, ну эти скорее всего деньги получают проплаченные, ну может не проплаченные, но в любом случае очевидно есть в Красносельском районе люди, которым Яшин не нравится, и они сейчас просто врываются к нему в муниципалитет, они срывают эти собрания, ну пользуясь тем, что милиция их поддерживает как-то неформально. И вот давайте просто буквально несколько секунд, 55 секунд о том, как же нормальный политик, пришедший к власти, разбирается, как он подавляет оппозицию в своем районе. 55 секунд. коллеги, на этом практически исчерпана повестка, остался пункт разный, есть ли какие-то предложения к вам пункт разный? У меня есть вопросы, которые бы я хотел вам задать. Ну, в рабочем режиме. Хорошо. Спасибо, коллеги. На этом объявляю заседание Совета Депутатов в закрытом. Слушаю вас. Илья Валерьевич, вопросов куча. Начнем с того, вы видите, какая ситуация происходит в муниципе. Представитель вашего движения готовы обеспечить представительство на заседаниях Совета Депутатов. Я вам могу гарантировать, что по всем вопросам повестки дня при желании мы предоставим слово в соответствии со здравым смыслом. Устраивает вас так вот? Полностью. Очень рад, что мы поговорили. Да, тоже. Спасибо. Спасибо вам. Вот так мы будем поступать с оппозиции в прекрасной России будущего. Вот так должен делать каждый политик. смотрите, Яшин же не умер от этого. Это его работа. Есть какие-то люди, которые им недовольны. Вот они еще ломятся в зал заседания. Они кричат, они стоят с плакатами против Яшина. Их движение называется против Яшина. Он посадил, поговорил с ним, ручку пожали, уже совсем другие интонации. Это работа нормального политика. И страна наша станет нормальной, когда политики к оппозиции, там, чиновники, Яшин, между прочим, он оппозиционер, но он муниципальный чиновник. Если вы живете в Москве, то он же, он получает зарплату из ваших налогов. И в этом смысле он отрабатывает свою зарплату, потому что он даже с оппозицией общается, так как положено общаться с оппозицией. Наше время почти закончено. Он совсем маленькая тема. Возможно, вы уже прочитали в моем блоге. Ну, такая маленькая, приятная победа, маленькая победа над идиотизмом. Вы видели эту фотографию, за которую нашего активиста в Архангельске, это знаменитая фотография с Парада Победы, его привлекли к ответственности за пропаганду нацистской символики. И он мог, вот сейчас его фотография, вы видите, он мог быть включен в список экстремистов. И я проводил специальную акцию против идиотизма, потому что тоже, честно говоря, взбесила известная военная фотография нашей истории. И эти идиоты, когда я говорю эти идиоты, это действительно все идиоты, ФСБ, МВД, суды, все задействованы. И на всех этих цепочках они сказали, ну да, вот человек повесил эту фотографию, она на учебнике истории. Значит, он экстремизм, его нужно покарать, наказать и оштрафовать. И после того, как мы запустили, я рассказал об этой истории, тысячи людей поучаствовали в акции против идиотизма, перевесив у себя в знак протеста эту фотографию. Вот сегодня в апелляционной инстанции его оправдали. Очевидно, под нашим давлением я вас всех с этим поздравляю. Давайте работать так, чтобы добиваться хотя бы маленьких побед над идиотизмом этой власти. Этих идиотов много, они на нас наступают, пока мы, увы, в целом проигрываем им, но когда мы объединяемся, мы можем наносить идиотизму и идиотам довольно болезненные удары. Большое спасибо всем, кто смотрел. Увидимся в следующий четверг. Записывайтесь в наблюдатели. Будем ловить жуликов за руку. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Субтитров А.Егорова